Политические аспекты заключения коллективных договоров Вот мы с вами выяснили в ходе наших занятий, что такое политика Давайте вспомним, что такое политика У нас есть товарищи, которые нерегулярно посещают Политика – это что такое? Политика – это концентрированное выражение экономики Это правильно, то, что вы сказали, но не является определением политики Точно так же вы могли бы сказать, если я спросил, что такое роза, вы бы сказали, что роза – это растение Я, естественно, не стал бы возражать Политика – это концентрированное выражение экономики Но это не определение политики Политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И это единое определение годится для двух сторон этой политики. В политике сталкивается, с одной стороны, класс господствующий. Для него такой задачи, как завоевание власти, не стоит. А вот удержание власти, конечно, стоит. И использование государственной власти для осуществления своих интересов. С другой стороны, класс подчиненный, он должен решить тройную задачу. Извоевать государственную власть, и потом удерживать государственную власть, и осуществлять. Если он не удерживает, то получится так, как с рабочим классом современной России. Он власть потерял, потому что не удержал. А как он мог ее удержать, если он в лице своей правящей партии отказался от диктатуры самого себя. От диктатуры рабочего класса. Ну вот Ленин так говорил, что тот, кто добровольно уступает политическое влияние, заслуживает того, чтобы у него это политическое влияние отняли со всем. Вот его со всем и отняли. Поэтому не может быть так, чтобы диктатура одного класса исчезла и не появилась другая. Потому что должно быть либо диктатура пролетариата, говорил Ленин, либо диктатура буржуазии. Тот, кто этого не понимает, тот либо безнадежный идиот, либо политический настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. К сожалению, надо сказать, что вот мы сейчас как бы извлекаем уроки и обсуждаем те вопросы, которые с одной стороны не понимали, а с другой стороны, может быть, сознательно игнорировали. Те люди, которые выступали как руководители советского государства. Это прежде всего касается первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, который выступил с докладом на 22-м съезде, в котором были такие нелепости, как то, что вот мы, дескать, скоро построим коммунистическое общество. Хотя победа социализма в середине 30-х годов означала победа такого общества, в котором средства производства стали уже общественными. И не по характеру только использования, а принадлежали обществу всему. А раз они принадлежат всему обществу, а коммунист означает общий, поэтому это коммунизм. Другое дело, что это коммунизм в первой фазе. Однако же в том же докладе Хрущева строительство первой фазы коммунизма было куда-то передвинуто дальше. А потом, дескать, вторая фаза коммунизма, которая в восстановленные сроки придет. А ведь вторая фаза коммунизма – это коммунизм, который освободился от родимых пятен и традиций капитализма. Это дело очень долгое. Еленин написал очень долгое, и больше он, наверное, человек грамотный в политике написать не мог. Потому что устанавливать сроки для каких-то исторических век, для войн, революций или для этапов развития общества совершенно недопустимо, поскольку это зависит от многих факторов и, прежде всего, от соотношения сил, которые очень трудно предугадать. И поэтому здесь вот, как говорится, так просто не запланируешь. А что такое, значит, политика? Политика – это классовая борьба за завоевание, выдержание и осуществление государственной власти. Ну, так есть аспект. Есть ли на каком-нибудь аспект политический в заключении коллективных договоров? Ну, и что, если на каком-то предприятии заключили коллективный договор? Что мы получили? Ну, если говорить точно, мы получили локальный нормативный акт. Какой? Это такой локальный нормативный акт, который вошел в систему права, в ту систему права, которая существует. А как он в нее вошел? Он изменил право в какую сторону? В сторону правящего класса или в сторону подчиненного класса? Значит, существует закон, существует трудовой кодекс, в нем дано определение коллективного договора и строго указано, что в коллективном договоре не могут содержаться положения, ухудшающие положение работников по сравнению с тем, что записано в законах. То есть, если в тексте коллективного договора оказывается какой-то пункт, который ухудшает положение работников, он не применяется, считается недействительным, даже если он туда записан. И наоборот, если в коллективном договоре нет ничего, что улучшает положение работников по сравнению с законодательством, то такой коллективный договор вообще не нужен. Потому что зачем такой коллективный договор? Вы выполняете законы и все. Иногда полезно сделать выжимку из законов для тех, кто на данном предприятии работает, потому что не все из законодательства непосредственно относится к этому самому предприятию, к этой отрасли, к этому виду деятельности и так далее. Но это не будет на самом деле коллективный договор, это будет сводка, норм права, памятка в отношении тех нормативных актов, которые затрагивают ваше производство. И все. Поэтому это под понятие коллективного договора не подпадает. То есть коллективный договор – это такой нормативный акт, который улучшает положение работников по сравнению с тем, что записано в законах. И вот в этом отношении, вот то, что я держу в руках, это коллективный договор закрытого акционерного общества, первый контейнерный терминал на 2008-2011 годы, он еще был продлен на три года. Вот этот вот нормативный акт, этот коллективный договор, ну является в этом отношении образцованным. Вот, например, в законодательстве сказано, что для увольнения работников необходимо осуществить процедуру учета мнения, так в законе. А здесь в договоре записано, что увольнение работника осуществляется по согласованию с профсоюзом. То есть если профсоюз пишет «не согласовываем», уже уволить нельзя. Как и было раньше в советском экзоте, вот это товарищи Докеры у себя сохранили. Сохранили очень просто, они не допустили, чтобы запись была другая, и они не допустили запись такую, какую в законе, потому что если закон меняется, вместе с ним запись меняется. Они написали не в кавычках, а в виде положения коллективного договора, что здесь уволить членов профсоюза Докеров можно только с согласия профсоюза Докеров, и все. И, соответственно, тех, кто с ними имел общий, единый представительный орган. А представительный орган, который заключал договор, он двоякий. Он представляет собой союз профсоюза Докеров и профсоюза работников водного транспорта, соответствующие организации, работники механизации. И вот этот единый представительный орган осуществляет регулирование выполнения вот этого самого акта, который лучше, чем это записано в законе. Ну и спрашивается, значит, что такое принятие коллективного договора? Это как бы движение в сторону изменения законодательства в каком направлении? В направлении осуществления интересов рабочих, работников. И можно сказать, что при этом вряд ли ущемляются интересы работодателей, поскольку практика показывает, что улучшение положения работников, вот то, которое делается в коллективном договоре, приводит к тому, что работники становятся более заинтересованными в осуществлении высокопроизводительного труда. Поэтому не знает практики таких случаев, когда бы вот более хороший договор, лучший коллективный договор ущемил бы положение работодателя. Работодатели получают прибыль в некоторых случаях, потому что они, видя, что они не могут, скажем, ущемить работников в зарплате, должны им повышать, но идут на улучшение механизации, на повышение производительности труда. А это повышение делается не по принципу «давай-давай», а путем приобретения новой современной техники высокопроизводительной, и в том числе за счет переобучения работников, потому что они должны, соответственно, уметь работать на этой самой технике. Вот каким образом происходит это изменение права. Теперь, что значит, значит, вот политический аспект тут в этом. Если это на одном предприятии, то, в общем, это незаметное изменение права. Это локальный нормативный акт, он в одном месте. А если это распространяется как огонь по всей экономике, если люди начинают руководствоваться в свое время, вот коллективные договора, и, скажем, наша книга с Федотовым, введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора финансировалась в том числе и профсоюзом авиадиспетчером, профсоюзом защиты труда, и распространена была по всем профсоюзам, чтобы это действие было одновременным. А если одновременно начинает в разных концах одной и той же страны изменяться законодательство в сторону улучшения положения работников, то это, так сказать, приближает то изменение, которое является коренным. Хотя это изменение еще коренным, конечно, не является. Но приучаться менять право – это необходимо для того, чтобы быть в состоянии, в случае победы, революции, осуществлять свое право, и осуществлять это свое право как право господствующего класса. Если рабочий класс к этому не готовится, то он потом не сможет это осуществлять, или не сможет удержать. Вот удержать он может тогда, когда он уже в условиях капитализма, может к этому готовиться. Поэтому весь тут вопрос и количественный. Много таких коллективных договоров и единицы. Если у одного у другого предприятия, вот у этого у другого профсоюза – это один разговор. А если это повсеместно идет, это другой же разговор. И надо сказать, не случайно, профсоюзы в союзе друг с другом поддерживали даже издание такой книги, где было расписано, как делать коллективный договор, какие этапы, какие документы. Потому что здесь трудность была в том, что при заключении коллективного договора люди останавливались перед бумажкой. Если в какой-то бумажке что-то надо было написать, а по форме это неправильно, то работники, соответственно, не могли довести это до конца, до ума. И у них не получалось с заключением коллективного договора. Или даже они доказывали, что невозможно провести успешные переговоры по коллективному договору. Невозможно заключить коллективный договор. И у нас таких вот деятелей профсоюзных, которые доказывают, что ничего нельзя делать, а при этом они получают зарплату за свою освобожденную профсоюзную работу. Хотя они доказали, что все равно ничего сделать нельзя. Но, тем не менее, они считают возможным оставаться на правильных местах и умудряются. И такая вот картина была и в профсоюзе докеров. Вот, например, председатель профсоюзной организации АО «Марпорт СПБ» Моисеенко, который 10 лет был председателем, оказалось, что он с известного периода выставил себе, добился выставления себе коэффициента зарплатного 1,4 по отношению к средней зарплате докеров. Хотя докеры в трёме и в условиях вредных работают. А он находился в тепле в бортовом комитете и не подвергался воздействию ни жары, ни холода, ни фумигированных грузов и так далее. Это во-первых. Во-вторых, один наш товарищ, товарищ Федотов, который работал на первом, и сейчас работает на первом контейнерном терминале, первым заместителем председателя правкома, ему установлен был коэффициент 0,8 от средней докерской. Это нормально. Ну, 0,8 он же стал человеком интеллигентного труда, занимается бумагами, занимается содержательным трудом, который его развивает. А не так, что у него, когда он работал докером, он проработал докером 17 лет, у него 11 межхузвоночных грыж и профессиональные заболевания. Правда, не оформлено, потому что тогда, когда он работал, еще не смогли оформлять эти заболевания, а сейчас оформляют их косяком. И другой наш товарищ, товарищ Тимофеев, этим и занимается, как заместитель председателя портового комитета морского торгового порта. Вот в этой ситуации товарищ Моисенко, как выяснилось, себе считал не от средней докерской, а от средней докерской умноженной на 1,1. И это узнал товарищ Федотов так, что, говорит, я получаю денег больше, чем должно быть. Он, я, говорит, умею считать, вот 0,8 от средней докерской, и получается меньше, а я получаю больше. Что-то непорядок. Пошел разбираться, говорит, а вот сказал, дал распоряжение, товарищ Моисенко считать от средней докерской, тем, освобожденным роботиком, умноженные на 1,1. А дальше идет от этого еще 1,4. А дальше, значит, он считал, что он, поскольку он в субботу-воскресенье думает о православных делах. Суббота-воскресенье – это же двойная плата. Еще и оттуда. В итоге все кончилось тем, что вот на ранних этапах в своей деятельности он был очень таким активным и толковым профсоюзным руководителем. А потом он занялся, так сказать, решением своих личных проблем. И такой у него был вид такой занятой, что он там всем очень занят, очень серьезный. Хотя ни одной самостоятельной статьи сам написать никогда не мог. Мы иногда печатывали его выступления в газетах. Ну вот, допустим, он наговорит нам на диктофон, мы это все оформим, он потом еще что-то поправит и публикует. Но так, чтобы из-под его пера что-нибудь вышло, не всегда какая-то обрывки мыслей, какие-то определенные. Его стали снимать в связи с тем, что он разрушил всю профсоюзную работу. Его выгнали с поста председателя. Тогда он подал в суд и стал требовать профорганизации свои миллион. Профсоюзная организация докеров пригласила меня в том числе выступать в защиту профсоюзной организации докеров от бывшего председателя. И выдала мне доверенность на три года. Я на суд упал в Кировском районном суде. И еще товарищ, так сказать, мой знакомый адвокат, товарищ Тихомиров, тоже получил такую доверенность. И товарищ Федотов получил такую доверенность. И вот мы втроем защищали профсоюзную организацию от бывшего председателя. Председатель этот проиграл. И на сегодняшний день никакого он миллиона не получил. Уволить его уволили. А сейчас его и нет на свете. Он закончил свой жизненный путь довольно быстро. И надо сказать, что я уже многих таких знаю личностей, которые, когда они то туда, то сюда, то туда, то сюда, и перегибает внутренний стержень многократно, это приводит к тому, что он ломается. И поэтому люди, можно сказать, безвременно уходят из жизни. Потому что если вы уж заняли какую-то позицию, может быть, она не всем нравится, и она приводит даже к некоторым конфликтам. И тогда жизненным спорам, может быть, к тому, что с вами ведут некоторую борьбу, и вы ведете какую-то борьбу жизненную, но это не приводит внутреннюю перерождение к тому, что человек сам себя съедает, сам себя организм съедает. Вот, к сожалению, такая история. Ну вот, тогда начались поражения в этом самом комитете, и мы вот задумывались на тему о том, как вот решить эту проблему перерождения профсоюзных руководителей. Дело в том, что что происходит? Вот если политически посмотреть, вот когда они становятся политическими руководителями, они выступают сначала за общие интересы, да? А кому не созначает общий? Вот когда докеры требуют повысить себе зарплату или другие работники, они же не требуют каждое только себе, они и потребуют зарплату всем повысить. А раз всем, значит, они за общие интересы в этом смысле. А общие – это коммунисты, то есть они как бы коммунисты. И вот, наконец, я стал. Добились мы повышения зарплаты, и меня избрали освобожденным председателем профсоюзного комитета. А как освобожденный? У меня уже другая. А в голове что у меня? Ну, что и раньше было. Какая в голове у докеров или у других, у большинства работников, какая идеология? Коммунистическая или буржуазная? Ну, ясное дело, в основном буржуазная. И это естественно, потому что идеологией господствующего класса является господствующей идеологией. Значит, и вот я теперь председатель портового комитета, и я нахожусь в таком положении, что я могу свое положение улучшить, без того, чтобы вот вы и вы и вы там и так далее улучшили свое положение. И я перестаю вот быстро, буквально сразу, мигом я перестаю быть уже на коммунистической позиции, потому что у меня позиция такая, что мне надо оправдать свою зарплату, то, что я, так сказать, мне даже труднее, чем вам. Ну, что вы там докер делаете в трюме? Подумаешь, вам потаскать и все. А я вот вечно думаю, дедную и ночь на ваших проблемах. Поэтому мне надо получать больше. И вот мы наблюдаем вот этот процесс повсеместный. То есть по своему роду деятельности освобожденные профсоюзные работники – это интеллигенты, правильно? То есть они занимаются в сфере интеллектуального труда. То есть они советы дают, подготавливают решения, руководят коллективными действиями, готовят забастовки. То есть они не грузят, не носят, не крутят, не вертят и так далее. Они занимаются умственным трудом. А с точки зрения подготовки своей, никакой научной подготовки у них нету, никакой твердости знаний нету. Как правило, они вуз не кончали, если кончали не по той специальности, которая бы требуется в данном случае и так далее. Ничего самостоятельного не читали по этому поводу. Поэтому вот это большая беда. И мы ее, так сказать, теоретически знаем, что делать. Теоретически можно было бы эту проблему как решить? Вот человека избирают председателем. А почему вы одного избираете председателя? Если у вас есть ставка на одного, уже профсоюз вырос, так что можно содержать одного профсоюзного работника. Почему не назначить двух человек, которые будут меняться? Месяц один на этой ставке, так он работает, другой работает на рабочем месте, другой месяц в другом. Или один квартал один, а другой квартал другой. Или там понедельник. Это зависит от вида работы. То есть не всю работу можно сделать вот так. При этом человек, который находится на рабочем месте, и будучи председателем, если есть два сопредседателя, только один сейчас освобожден, а второй сейчас непосредственно занимается производственной работой. Человек, который является сопредседателем, но занимается производственной работой, доступен. Он в таких же условиях, как все остальные. Он получает такую же зарплату. У него такие же параметры, обстоятельства жизни. Значит, с ним можно к нему подойти, с ним поговорить. Он вполне доступен, потому что не надо идти куда-то. Например, портовый комитет сейчас находится за воротами порта. Раньше он был в порту, как бы в этом главном здании. А сейчас это отдельное помещение, которое приобрела профорганизация, но он как бы отделен. Докеру могут туда зайти, если им надо, а могут туда и не зайти. А руководство порта сделало так, что председатель профсоюзного комитета не имеет пропуска в порт. Вот и все. А те товарищи, которые, я думаю, что они могли бы добиться и получить этот пропуск, но им вообще не особенное надо. Это вот он придет, на него накинутся, скажет, вот эта проблема, вот эта проблема, вот эта проблема. А тут никаких проблем нет. Я сижу у компьютера, никто меня тут не беспокоит. Если придут, ну тогда вот есть у меня заместитель, пусть занимается. Да, есть у меня вот тут гибалтер, есть заместитель как раз по профзаболеваниям, вот он пусть занимается. И вот это вот такая картина, которую я наблюдаю уже много лет. И хочу сказать, что вот хотя теоретически ясно, что если бы вот на эту одну профсоюзную ставку ставили бы двух человек, так, чтобы они по очереди, то есть они, чтобы все время один получал, но этот один разный, то он один, то второй, то тогда вот этого перерождения бы не было, потому что он действительно рабочий, но если вы месяц-час не работаете рабочим, то все равно рабочий, потому что вы же через месяц снова будете это делать. Вы не ушли от этой функции рабочего, да? Вы такой же, как все, только стоит разница, что вы через месяц, так сказать, уходите на, как бы, командируетесь на профсоюзную работу, и по крайней мере два человека уже обучены, может быть, и вариант такой, что и три человека, что вот три месяца в квартале из этих трех квартальных месяцев, вот они став на ставку, есть ставка, ее заполняют три человека, то есть один месяц один работает, второй месяц другой, три освобожденного, а другие тоже работают, как сопредседатели, но уже не освобожденные, они могут, между прочим, втроем решать какие-то вопросы принципиальные. Текущие вопросы решает человек, который освобожден, а по принципиальным вопросам, вот двое рабочих, один нерабочий, временно нерабочий, но который тоже рабочий, он же, если я один месяц из трех не работаю рабочим, я кто? Рабочий, правильно? По всем параметрам. Но если я и так, и так, то я полурабочий, а тут не полурабочий, тут просто рабочий. То есть вот можно ее так решать, но я хочу сказать, что не только тут дело в том, что нет решения, а дело в том, что и не желают на это пойти очень многие. Причем не только те, кто являются рабочими, так сказать, они очень неохотно идут даже на то, чтобы стать освобожденным. Это же сложно тоже, с одной стороны. А с другой стороны, освобожденные работники, они уже как бы считают, что мы выросли. А куда они выросли? Куда они выросли? Они же не, где у них ученая степень появилась, или какие-то знания обширные. Нет, они просто отрываются от трудящихся, от коллектива. И они не вырастают, а наоборот, начинают загнивать. То есть вот эта вот идея участия в управлении, которая, как Ленин рассматривал, никакое лекарство от бюрократизма, только одно. Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, и поэтому никто не становился бюрократом. Это прописано в государстве революции, с этим никто и не спорит, потому что если... Откуда бюрократизма? Из отрыва. От тех, кем вы управляетесь. Если я управляю, а вы мне подчиняетесь, то вот вы ко мне приходите, а я что делаю? А я держусь двумя руками за место, потому что место у меня теплое. Как вы понимаете, допустим, в доме люди получают 400 тысяч, а на пенсию они пойдут. У нас же два закона пенсионных. Один закон называется о трудовых пенсиях в РФ, а второй закон о пенсиях в госслужащих. Ну вот пенсия у меня будет тогда, если я госслужащий и 10 лет отслужил, 75% от дохода по занимаемой должности. Исчисляйте, от 400 тысяч сколько у меня будет пенсия? Ну, это 320. Почему это 300? Как это вы считаете-то? 75% а в три четверти. 400 на 4 будет 100 и умножаем на 3. 300 тысяч. И не надо что-то как-то вот прибавляйте, не прибавляйте. Это математика, тут никуда не денешься. 300 тысяч. Но не 400 тысяч. Если 400 тысяч зарплата, то 75% от зарплаты это три четверти. 400 разделить на 4 умножить на 3. 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч. А вам вместо индексации 5 тысяч в январе Дума голосовала. Дума голосовала. Причем тут деньги. Ну и закон был принят. Закон. Индексация должна быть. Но это какая индексация? Каких пенсий? Так что вот мы наблюдаем такое явление. Значит, как этого добиться? Ну, я думаю, это невозможно добиться, если не будет политической составляющей вот в этом профсоюзном движении. Потому что, если партии рабочего класса нет, если сознательно такие задачи не ставят, если организационные такие формы не применяют, то эта задача неразрешимая. И вы можете просто видеть, как исключение наблюдать профсоюзных руководителей, которые при этом не превращаются в свою противоположность. Исключения. Есть такие исключения. Мы их знаем, это хорошие и очень люди, надежные. Но это буквально единицы. Вот, например, в том же профсоюзе докеров был Шепель, председатель профсоюза докеров. он вместе со своим нет, еще перед этим был другой. Шепель отличался тем, что он ничего не делал. К нему приедем в Москву, он встретит, когда к нему наглянешь внезапно, а потом говорит, ой, я в Думу сейчас, простите, я к Зубному. Он к Зубному, а мы в Думу. Приходим в Думу, а он там. Я говорю, ты уже собирались к Зубному. А он зачем нам был нужен? Затем, что требования были переданы замминистра. И мы пришли к этому министру шестером требовать, почему вы не выполняете требования. Говорит, я не получал. Оказывается, Шепель им не передал. И мы там как оплеванный ушли от замминистра, он там посмотрел на нас, говорит, что вы за люди такие, что у вас за председатель, если он не передает требования. А что у нас за председатель? Ну, сняли его, этого Шепеля. Другой председатель. То есть, вот, а перед этим был председатель, который украл все профсоюзные деньги. И профсоюз Докеров оказался настолько сильным, что он создал контрольную комиссию, контрольная комиссия проверяла, обнаружила и выгнала его, выгнали его из председателей. И тогда он стал, вот этот человек, который был, Васильев его звали, и стал, вдруг мы видим, что он оказался консультантом МПРА Форд, Форд Моторс Компани. Вот это новость. А мы этого Васильева знаем как облупленного. Как человека, который украл, как может человек, который украл профсоюзные деньги в одном профсоюзе, может быть, консультантом в другом профсоюзе. Смотря, может быть, там такие же проблемы, надо как-то консультировать. То есть, это вроде бы так, и мы говорим не непосредственно о профсоюзной работе, а о ее политических аспектах. То есть, чьи интересы, какого класса выражает, защищает человек. И надо прекрасно понимать, что вот это преобразование человека, вот пока он рабочий, он по своему положению вынужден бороться за общую зарплату, за улучшение условий труда. При всем различии, какая разница, какие у нас с Вами взгляды. Если мы с Вами вместе добиваемся общих результатов, а результат состоит в том, что и у Вас будет зарплата больше, и у Вас, и у меня. У нас такая позиция получается коммунистическая. По коммунистической не по тому, что у нас взгляды коммунистические, а по сути дела, то есть, в общих интересах. Я хочу сказать, что мне пришлось одно время, мы вместе с профессором нынешним Золотовым, заведующим кафедрой экономической теории и медиологии, ездили в Кузбасс, когда там были забастовки. Ездили мы благодаря поддержке участников движения коммунистической инициативы, которые работали в Гаркоме в Кузбассе, в Кузнецке. И, ну, нас, так сказать, там наставили, где докеры, из окна показали, где они сидят, там, значит, такое место, такая трибуна, вроде там, такое место, где проходят какие-то мероприятия, вот на этой трибуне, они там расположились в своих резиновых сапогах, в этой одежде шахтерской, и никто к ним не выходит, и никому они не нужны. А здесь, в городском комитете этого, Кузнецка, там ковры, тишина, телефоны, все так хорошо, но с нами никто не пошел. И нас предупредили, вы там особенно смотрите, как бы, там сразу-то не вылезайте, выступать. Вот мы туда пришли, и там нас уже, так сказать, где у вас микрофон, мы сказали, не, подожди, значит, вы туда не лезьте, а то как бы вам на поголовине настучали. Давайте, говорят, побеседуем пока. И мы с ними беседовали, мы беседовали пять часов под палящим солнцем, у меня потом голова болела не внутри, а просто именно вот здесь, поэтому кожа, потому что пять часов под открытым небом. И вот мы беседуем с докером, докер такой здоровый, здоровый, толковый, ну, все слушают, конечно, здесь вся эта беседа идет, там им делать особенно нечего, время от времени приходят всякие кооператоры, приносят кому, махорку, кому, значит, что-то еще дают закурить, а один такой приходит, шахтер пожилой, у него эти бычки, окурки, и говорит, нет, это я не возьму, мы не продаемся, я лучше это буду курить. То есть там вокруг крутится, вокруг этих, как бы их приспособить, этих самых шахтеров для звуких задач. Вот мы, значит, беседуем, 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 беседуем. Первые два часа этого они нам выдают все, что они видели по телевидению. То есть ничего такого нового. Значит, все это мы обсуждаем, разбираем, потом, значит, дальше уже более ровный такой разговор идет, когда они начинают что-то осмысленно, так сказать, там возражать или слушать внимательно. Ну и, наконец, мы уже приближаемся сидят к финалу, я спрашиваю, ну так вы за общее дело или за свою шкуру? Он так на это посмотрел. Я? Я за общее дело. Я говорю, коммунист. Он говорит, ну и что? Ну и что? То есть, ну это уже, так сказать, там итог длительного довольно-таки разговора, но, так сказать, вот пока люди действуют и выступают за общее дело, в этом, так сказать, смысл этого понятия. Но как только они становятся вдруг кем-нибудь, а такие, скажем, и среди их руководителей шахтерских забастовок были и представители президента. Вот мне, как сказать, посчастливилось или удалось, или, так сказать, так приключилось, что я встречался с этими представителями президента. Звонят мне заведующие кафедры политической психологии нашего университета и говорят, Михаил Васильевич, не хотите пообедать и заодно подзаработать? Я говорю, а что? Да вот, говорит, тут, на Романовской даче, там, центр политологии личности, социологии личности, там, значит, собрались представители президента, 11 человек. Их там надо обучать. Мы их обучаем. Но надо, чтобы к ними кто-то поспорил с противоположной позицией. Вот вы не могли бы поучаствовать в этом деле. Подзапись на телевидении, а потом мы смотрим и оцениваем, кто выиграл. Я говорю, хорошо, тем более обещали накормить. Еду на Романовскую дачу. Сначала действительно кормят. Я уже хотел и уехать. Мне говорят, нет, это не все, надо еще и тут поработать. Ну, думаю, что я им скажу? Ну, вот как у себя, это вот было при Ельцине. Это его представители. Ну, что я им буду доказывать? Ну, я, значит, приготовил такую речь, что вот, поскольку у нас с вами политический аспект, то я политическую речь и приготовил. Ну, я представился, что я представитель там Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии. Вот. Я говорю, ну, значит, видите, у вас все сыпется, экономика сыпется, скоро народ пойдет вас бить. Они так загрустили. А вы, когда он пойдет нас бить, вы скажете, да вы во всем виноваты коммунисты, тогда народ пойдет нас бить. Они обрадовались. Хороший, им понравилось это дело. Да, а мы народу скажем, так у нас власти теперь нет, это все они, это все ваши. Тогда народ опять побежит, нас оставит и пойдет, цуки, вас бить. Но, что бы ни случилось, ну, мне-то надо было что-то найти, какой-то контакт с ними. Что бы ни случилось, как бы власть ни менялась, всегда нужно будет люди, которые понимают толк в управлении, управленцы профессиональными, коими вот вы и являетесь. Смотрю, они так потеплели ко мне. Вот, какая будет власть, но без управленцев, помните, вот большевики, они же взяли, сколько представителей, так сказать, старого государственного аппарата, и военных в том числе, и так далее. И у нас такой мир дружбы, я им книжку надписывал, они меня потом встречали на заседании Верховного Совета, в Кремле, мы с ними там здоровались, и так далее. И так сказать, мир, мир, дружба, все хорошо. Но это бывшие лидеры, в том числе, не только там были, но были там лидеры, как раз в Узбассе, лидеры вот этих самых забастовок. Они служили одному классу сначала, но от него, много толку ли от рабочего класса ему служить, ну что вы получите? А вот если служить в буржуазии, в качестве особенно представителя президента, то совсем другой. То есть, та же самая задача, улучшить свое финансовое положение, повысить зарплату, она решается быстрее и короче. И не надо ждать, когда весь народ улучшит это свое положение. Правильно? Пока вот там народ улучшает, а у меня уже улучшилось. Уже задача решена. Вот это явление наблюдается в этой среде. Поэтому, когда мы говорим о вот таких вещах, как коллективный договор, здесь же ведь другая картина. Коллективный договор, и этот документ, вот он есть, как я говорил, которому по закону может быть только лучше, чем в законе. Хуже нельзя. Поэтому это всегда как бы продвижение интересов работников. То есть, это всегда в интересах рабочего класса и трудящихся. Всегда. При этом, в нем они сами участвуют и являются творцами права. Какого? Ну, пока буржуадного права, потому что, а какое право? Это же, что такое коллективный договор? На локальный нормативный акт. Вот это. И если человек умеет составлять коллективный договор, то есть, умеет вот этот локальный нормативный акт доводить от проекта до результата, до заключения соглашения между работниками и работодателями, то он вообще готов к чему? К тому, чтобы создавать право. А что такое право? Вот сейчас у нас вот есть, у нас люди пришли со свежего воздуха, они-то и скажут. Скажите, что такое право? Пожалуйста. Что такое право? Что такое право? Нам скажите вот. Законодательно закрепленная возможность. Как? Законодательно закрепленная возможность. Укрытоение возможности сделать, мы это подтверждали. Ну, чьи возможности? Вот возможности разные бывают, противоположные. Чьи возможности закрепляет право? И зависит от ситуации. Ну, какая ситуация у нас? Вот если я, вот если я представляю господствующий класс, а вы представляете подчиненный, я какое буду вправе закреплять возможность? Вашу или свою? Ну, товарищ, он просвещенный. Он мне даже немножко будет доверять. Ваше? Вам вот, коллективный договор, вам право дано. Боритесь. Если успешно и хорошо будете бороться, вы будете творцами права. Потому что в закон мы запишем вот с ним, мы с ним понимание нашли, вот он будет служить господствующему классу, мы с ним напишем закон. У нас дума своя. В думе у нас Единой России и две трети имеют голосов. Еще у нас есть справедливый ЛДПР, чтобы вы не выступали там со своим правом. Вот. Поэтому мы там все законы примем, но вам, вам остается право принять локальный нормативный акт. А локальный нормативный акт это норма права. Потому что если я только пишу приказ, который вас касается, это не норма права. Потому что он лично вас касается. А если она вас двоих уже написала, что вот для этих двух человек, которые пришли на занятия, значит, им устанавливается право получить зачет раньше, чем другим. А это уже право. То есть, это уже тот, который не на одно относится, а норма. А раз норма, значит, это право. То есть, люди могут начать не так, как некоторые представляют. Вот революция. Люди потом что-то перевернут, и тогда они начинают творить. Если вы не умеете ничего творить, в прежнем обществе вы в новом ничего не делаете, только ломать можете. Или стрелять только можете. И потом трудно остановить тех, кто только стреляет. Ну, вот чем хороша была революция 1917 года, к которой мы будем отвечать через год, то там никто не стрелял. Момент революции. Был военный революционный центр. Он был образован на заседании Центрального комитета партии большевиков. Это заседание проходило на Болотной улице. Я там недалеко уже узнаю. Это Выборгский район. Болотная улица, вот площади Мужества одна остановка, деревянное здание. Там товарищ Калинин был председателем какой-то местной власти, муниципалитета. И он предоставил это вот помещение. Помещение красивейшее, деревянное, резное, охраняется в общем государством. И там был филиал музея истории революции. Там все документы были по поводу того, там же, естественно, и Троцкий был, и Каменев, и Зиновьев. Там Каменев и Зиновьев выступили против революции и так далее. После их выступления Ленин требовал их из партии изгнать, а Сталин был либералом, значит, не соглашался, и они остались. Так что вот там такая была, такие разведения. Но там был создан верный революционный центр, и там любопытные документы были о том, что послать в районы нарученных, чтобы требовали от ЦК начало вооруженного восстания. Восстание было вооружено, но никто не стрелял. Вы слышали, что кто-нибудь стрелял в момент взятия власти? Ну что там будет стрелять? В кого стрелять? Вот представьте себе, вот есть Временное правительство. Чем оно располагает? Вот вы, допустим, военно-революционный центр, у вас как раз вот только три человека сидит. Это достаточно. Так? Чем располагает Временное правительство? У него есть женский батальон и юнкера. То есть эти ребята, которые еще никогда не стреляли и не знают, как стрелять. Все. А что у большевиков? Петроградский гарнизон. Ну, скажите вы, какая может быть борьба вооруженная между Петроградским гарнизоном и вот этой вот группой людей, которые защищают Временное правительство? Это уж такое... Ну, так правительство и себя поставило. Что вы хотите? Ну, оно уж... Временное, оно и есть временное. Оно само себя сделало супервременным, потому что оно уже ничего не контролировало. Более того, Временное правительство в свое время во время Корниловского мятежа обратилось к большевикам с просьбой защитить от Корнилова. Как большевики пошли навстречу Временного правительства? Пошли. Прислали, между прочим, Аврору. Не саму Аврору. Аврору сюда не входило. А моряки с Авророй охраняли Зимний дворец. Поэтому они не как вот в фильме показывают, открывают ворота и там бегут. Там не надо было бежать туда, где все бегут. А там сбоку был вход, который прекрасно знали эти товарищи с Авроры, которые уже, когда был октябрь 17-го года, по сигналу просто зашли в эти самые двери, пришли непосредственно в зал, где сидело Временное правительство и сказали, что оно не изложено. Все, кончилось ваше время. И весь разговор. Там, правда, был развернут в Зимнем дворце большой госпиталь. И, может, кто-то с перепугой там и умер. Тем более, в госпитале каждый день кто-нибудь умирает. Поэтому, может, какие-то жертвы и были, но таких вот фактов кто-нибудь зафиксировал, что кто-то в кого-то стрелял. Вы слышали такие факты? Я не слышал никогда. Я вообще интересовался этим делом. Это как-то нет. Другое дело, что, скажем, того же Краснова отпустил Ленин под честное слово, что вот вы едете на Дон, ну, только не поднимайте его под честное слово офицера. Честное слово офицера. Поехал на Дон и стал поднимать белые движения, создавать белую гвардию. И началась вот, началась гражданская война. Там, понятно, уже пошла стрельба. А когда началась гражданская война, там уже гвардия и дело не обошлось. Рабочая гвардия и белая гвардия там. Не так, что красная добровольная, белая добровольная. Добровольная же была армия белая тоже. Потом перешли к мобилизации. Приходим мы в ваше село. Ваше сначала приходим. Вот мы, белые. Будете записываться в белую? Вот человек вот понимает. Потому что у нас вот виселицы уже стоят, но еще никто там не повешен. Потом вот видим, приходим, вот он красный как раз рубашки. Это соседнее село. Молодой человек, а вы в Красную армию собираетесь идти, нет? Придет. Ну, еще записываем, а потом вдруг вы встречаетесь и друг друга стреляете. А когда уже вы стреляете, дальше уже... я, конечно, в этом не участвовал, вот, и по возрасту в этом смысле я молодой, не только вы молодые, вот, и, но мой коллега, декан экономического факультета, мы сейчас сидим в таком помещении, где это было помещение экономического факультета, Санкт-Петербургского университета, потом отсюда, но ехал на Чайковского. Вот он рассказывал, как у них коллективизация проводилась, тоже очень, проводил ее к председателю селесовета, участник гражданской войны, раненый, поэтому он немножко так заикался, и вот он собрал всех и говорит, кто за колхозы, за тот за советскую власть, кто против колхоза, кто против советской власти, кто против советской власти. Так, подходите, записывайтесь в колхоз. Все записались. Ну вот, это рассказывал Николай Андреевич Моисеенко, мне как, то есть, это, так сказать, здесь ведь не все стрельбой решается, все разве с теми. Вот поскольку значение этого коллективного договора чуть ли не понимает, потому что, во-первых, коллективные договоры в советское время в Ленинграде, например, были только на пятой части предприятий, пятой, 20 процентов. Никакого обязательства, буржуазное государство устанавливает, чтобы вы имели коллективные договора и не собирается. Вам не надо, и слава Богу. Потому что, если вы будете читать просто Традовый кодекс, там написано, есть ли это записано в коллективном договоре. То есть, права у вас открываются и появляются дополнительно, есть ли это записано в коллективном договоре. Не записано в коллективном договоре, ну и это ваше дело, не хотите и не надо. Почему, скажите, пожалуйста, почему правящий буржуазный класс должен заботиться о том, чтобы вы там имели особые права, это ваше дело, вам право дали, еще вы хотите, чтобы я не только право, еще бегал и ваши права осуществлял, но это уже перебор, горитесь, вам права даны, говорят, вот мне не дают, как не дают, дают, вот, пожалуйста, вот товарищи, грамотно делали, вот этот договор написан на 2011 год, но он потом был продлен еще на три года, до 2014 года, и можно сказать, на вот в этом, в ЗАО, первый контрольный терминал, они прошли всю сейчас процедуру забастовки, вот сейчас, и находятся в таком состоянии, что вот если дернется администрация, и что-то его ухудшит, они завтра пишут бумажку и говорят, что мы с такого-то через 10 дней начинаем бессрочную забастовку, почему бессрочную, потому что некоторые не поднаторевшие в политике и в экономике люди пишут, мы такого числа будем проводить забастовку, потом они два дня проводят, их вызывают в суд и говорят, вы, это ваша забастовка незаконна, потому что вы написали, вы такого дня будете ее проводить, а уже сейчас другой день, все, вы, так сказать, нарушили и так далее. И наоборот, люди грамотные в области таких конфликтов, они знают, как объявляется забастовка незаконной, вот, вы, допустим, не выполняя никаких процедур, вдруг объявили забастовку. А я роботодатель, что делают? Не увольняйте. Чего? Увольняйте. Не, я иду. Не, это все, как всех сразу, всех не уволят. Взяли и все остановили, все. Ну, это если я уволю, меня уволят. Мои же это собственники, я не дурак. Не надо, вы меня не толкайте. На то, что у меня тоже есть семья. Я тоже хочу жить, дети хотят пить молоко иногда. Вот, значит, что я делаю? Я иду в суд. Вместе в виду не то, что вы остановили. Если вы один, то, конечно, вас уволили. Спасибо за совет, это я не сомневаюсь сразу. И вы, вас, если ты одна, только будете, я тоже. В одиночку воевать нельзя. Не в переносном смысле, а не в буквальном смысле. Можно героически умереть, это да. А воевать немыслимо. Воевать надо, так сказать, собирать людей. И вот, ну, если раз и весь завод остановился, что вы, какое увольнение. Значит, я иду в суд, раз, быстро, у меня там свои люди, туда все время ходят адвокаты, быстренько туда к суде, и он быстро, быстро решает вопрос. Забастовку приостановить, а потом рассматривает вопрос уже на заседании. Приостановить. А потом рассматривает вопрос об объявлении о незаконной. Если, незаконность очень просто. Вы не провели процедуру, которая полагается. Мы еще будем об этом говорить. А процедура – это норма закона. Если вы не пришли той дорогой, которой надо прийти к забастовке, то ваша забастовка незаконна. Надо знать дорогу. Кто не знает дорогу, тот заблудился. В юридических лесах. И вот в этом случае написано в Трудовом кодексе, я очень вас спросил бы и рекомендовал бы, и даже обязывал, только у меня мер никаких нет. Пистолеты нам не выдают. И другие устройства, которые… Кроме одного. Я буду это спрашивать, когда у нас будет. У нас еще с вами зачетали экзамен? Не помните? Ну, мы вспомним ближе там. Ну, вот других мер у нас нету, но эта мера у нас есть. Значит, что записано в законе? Что забастовка прекращается, что работники обязаны прекратить забастовку с момента вручения органу, возглавляющего забастовку, решения суда. Кто вручает? Кто будет вручать решение суда органу, возглавляющего забастовку? Как вы думаете? Что, судья придет? Нет. А кто? Корреспонденции. А? Корреспонденции придет. Корреспонденции? А куда она будет? На деревне дедушки? Ну, если есть органы. Да органы-то есть, а у вас это забастовка, это никакую процедуру не прошла. Кто его знает, кто это у вас орган? Я вот вас спрашиваю, кто у вас в забастовочный комитет входит? Чего они, почему молчите? Вас спрашивают, кто у вас входит в забастовочный комитет? Он, вот, мы вас выдали, и все. А где вас найти? А говорят, а где этот забастовочный комитет сидит? Я хожу по заводу, а я судебный пристав исполнитель, меня посылает исполнять решение, кто должен судебный. А я хожу, а я спрашиваю, а где ваш забастовочный комитет? Все все пожимают плечами. Вот как вы? Говорят, нет его. Не знаю такого. А кто вы знаете? А есть у вас забастовочный комитет или нет? И фамилию мы не знаем. Я иду к начальству. Начальство говорит, откуда мы знаем? Начальство. Вы судьи, вы разбираетесь. Я походил, походил до 6 часов. В 6 часов у меня что? Конец работы. Я пошел домой. На следующий день прихожу, говорят, а может он в кочегарке. Пошли в кочегарку. А может там вот на пятом этаже, там есть комнатка. Туда пошли, сюда пошли. А во время забастовки кто обязан, они сидят на заводе? Или могут сидеть где угодно? Черт его знает. Короче говоря, вот все время пока ходит и пока отлавливает этот самый забастовочный комитет, который может быть, а может его и нет. Значит, пока они не обязаны прекращать рабочую забастовку. Они обязаны прекратить с момента вручей. На следующий день выйти на работу. Если сегодня предупредили, на следующий день. Поэтому можно, конечно, соблюдать всю процедуру, можно ее не соблюдать. Но вот товарищи вот с этого профсоюза, они всю процедуру соблюли в первом залу, первый контейнерный терминал, и находятся в состоянии забастовки. Но не бастуют. То есть не останавливают работу. А забастовка определяется как полная или частичная прекращение работы. А какая часть бывает? Бывает пятая, бывает десятая, бывает сотая. А бывает нулевая. Никакая. Нет, нулевая не бывает, извините. На нулевая делить нельзя. Значит, бывает никакая. То есть они вот остыли в этом положении. И никто их не трогает. На всех вот их коллег в других компаниях, много компаний порта, их увольняют. Выгоняют членов профсоюза. Здесь ни одного члена профсоюза не трогают. Там два профсоюза. Один профсоюз докеров, и профсоюз работников водного транспорта. Докеры в профсоюзе докеров, а работники механизации, которые обслуживают погрузчики, подъемные краны, все эти вот козловые, они и перегружатели эти все ремонтируют, они в профсоюзе работников водного транспорта. У них есть единый представительный орган. Этот единый представительный орган возглавляет председатель профсоюзного комитета. Вот написано. Председатель правкома РПД, ЗАО ПКТ, Саржин. Председатель правкома СЗМ, ПРВТ, ЗАО ПКТ, Абарбанель. Вот так подписано. Два человека. Председатель и зам. От единого представительного органа. Все работающие, члены профсоюза, все, нету ни одного, ни члена профсоюза. А члена профсоюза нельзя уволить без согласия. Поэтому никто не тронуть невозможно. Некоторые хотят уменьшить численность, но обещают, мы им даем 5 окладов, вы уходите. Начинает задумываться уже насчет 5 окладов, думает, что жене может шубу купить. Он начинает думать. Вот так кое-кто у них увольняется. Особенно люди все ближе к пенсии. А вот уволить никого не увольняют. Потому что они знают, что все, сегодня вы кого-то тронете, еще это грубое нарушение закона и так далее. Еще один интересный момент. Люди вели-вели переговоры, составляли-составляли этот коллективный договор. И то, что они составляли, сначала они маленький узкий такой коллективный договор заключили между собой, а потом по спорным вопросам отдельно вели переговоры. А заключат, прибавляют, заключат, прибавляют. И в итоге тут 33 приложения. Это двигалось в течение двух лет. И вот когда кончилось, встречаю я председателя, товарища Саша, он очень волнуется, говорит, отказывается подписывать теперь этот коллективный договор генеральный директор. Я говорю, ну и что? Что мне делать? Я пойду к нему разговаривать. Не надо, говорю, с ним разговаривать. Зачем разговаривать? Что разговаривать? Все подписано по каждым составным частям. Это же норма права. А норма права, в каком порядке у вас находятся эти статьи? Или подписано в целом, или нет? Это не имеет значения. Важно, что по каждому пункту у вас есть... Смотрите, здесь это уникальный документ, я вот вам его дам. Здесь на каждой странице подпись по каждому вопросу. Если у вас по всем вопросам подпись состоял, представители работников, вам больше ничего не надо, вам эта подпись не нужна. Идите, издавайте, платите деньги, издавайте. Они издали и подарили администрации такие книжечки. А сам сразу работник и администрация, это надо же руководствоваться вот этим всем, что подписано. Они и так уже руководствовались, только им было неудобно работать, вечно не найдешь, это протоколы какие-то надо искать. А тут все вот издано, и все понятно, и есть оглавление, и все легко. И все и забыли, что надо какое-то подписание. Поэтому здесь вот в конце нету, как бывает, председателя правкома и генеральный директор. А зато по каждому соглашению есть и подписи. И все это не случайно скопировано и при издании зафиксировано. Вот это значит грамотные люди, грамотные, политически грамотные. Политически грамотные, они знают, что они делают норму права. Причем норму права, которая улучшает положение работников по сравнению с тем, что в обычных нормах право записано. А это позволяет закон. Закон позволяет в коллективном договоре иметь лучшее положение, чем установлено законом. А записывать все равно то, что в законе, бессмысленно. Это и так есть в законе. Зачем все это записывать? В связи с чрезвычайно интересным, что это имеет важный политический аспект. То есть люди обучаются нормотворчеству, обучаются изменять закон. Я с вами говорил о том, как они боролись, трудящиеся за трудовой кодекс. Имелся свой проект. Но закон не изменился от этого, с одной стороны. С другой стороны, он значительно лучше стал, чем предполагалось его изменить. Потому что комиссия с Лизки, чтобы получить большинство к Думе, вынуждена была потаскать из разных проектов, в том числе из нашего проекта. И в итоге вот получился... Если раньше правосоведники были в ужасе, что все обрушено, вся система трудовых прах обрушена, уже после принятия этого кодекса уже такого никто не говорит. Вы используете его. Ну и что, что 31 день требуется на подготовку забастовки? А вы куда торопитесь? У вас что, все готовы, что ли? Что, горит у вас, что ли? В чем дело-то? Вот мы не можем, это долго... Не можете вы, потому что безграмотные, учитесь, будьте более грамотными и так далее. Вот, так вот, значит, наша с вами задача состоит в следующем. Вот я вам передаю сначала, поскольку вы в красной рубашке. Значит, с тем, чтобы вы это изучили и выступили с докладом здесь у нас. Докладом с анализом вот этого коллективного договора как локального нормативного акта. То есть, оценили это дело, высказали свои оценки, положительные, отрицательные. А потом вы передаете дальше коллеги, а дальше вы передаете тем, кто сегодня по уважительным причинам. У нас только ведь по уважительным не приходит, правда же? А какую-то часть? Почему часть? Ну как часть? Вот представляете, я хочу вас оценить, я буду сказать, вот какую-то часть, вот руку оцениваю положительно, а дальше молчу. Ну как-то... Ну правда, такое бывает, когда говорят, мы просим вашей руки, а вы забирают вообще целиком. Поэтому давайте уж в целом будем оценивать коллективный договор. Это же цельный документ, это же норма права. Локальный, нормативный, а как вы кусочек его будете оценивать? Это раз. Во-вторых, у нас же магистратура, у нас серьезные люди. Вот наши эти конкуренты, то есть студенты третьего курса, к которым я тоже преподаю, у них это нет политического аспекта, у них чисто, так сказать, аспект урегулирования, инструментария, технология. Ну они взяли, отсканировали и всем раздали. Я им тоже дал так. Они отсканировали и всем раздали. Ну я вас не призываю сканировать, у нас тут не так много, вы возьмете, сначала вы сделаете, потом передадите. У нас садами никто не гонится, время у нас есть. То есть мы прерываем лекции и даем им слово для выступления, вы выступаете, анализируете. То есть то, что у нас будет с вами форма контроля, она сама постепенно приходит таким образом. И чтобы у нас в случае экзамена или зачеза не было никакой чрезвычайности. Я и так уже знаю, что вы занимаетесь, выступали, анализировали, делали. И не надо мне особо как-то проверять. Конечно, что-то я вас спрошу. Но обычно форма контроля такая. Вы берете, выбираете, если это зачет один вопрос, а если это экзамен два вопроса по желанию. И пишете, я оцениваю. Вот некоторые считают, что это вот очень либеральная такая форма принятия экзаменов. Меня этого научил профессор Есипов, завкаферное ценообразование. Он говорит, это кажется, что либеральное, потому что если вы выбираете, потом плохо будете отвечать, значит, это ваше любимое. Что тогда остальное? То есть тогда вы вообще ничего не знаете. Поэтому это такая очень, ну такая ехидная форма принятия экзамена или зачета. То есть вы выбираете, это хорошо. Хотя она приближена, ну и к защите, например. Ну, защите диссертации. Вы же будете защищать то, что вы написали, а не то, что я вам написал. А докторское, опять же, будете защищать то, что вы написали, а не то, что я вам написал. Поэтому ничего тут такого странного нет. И я считаю, что вы вполне в состоянии сами сформулировать, на каком материале вы хотите продемонстрировать свое знание предмета. Правильно? Вот вы выбрали и демонстрируете. А я слушаю и делаю вывод. Или вернее, я сначала прочитаю. Если вы так написали кратко, и мне все понятно, я и спрашивать дальше не буду. А если я задам один-второй вопрос для уточнения, вы ответите. Вот и все. Вот такая вам задача, которую нужно решать, не откладывая. А мы тем временем будем своим чередом изучать другие проблемы, которые перед нами стоят. Важно, что сегодня мы усвоили, что принятие коллективного договора, поскольку оно меняет систему права, оно носит в этом смысле политический характер. Такой вопрос. Когда какой-нибудь вроде мелкий факт может приобрести политическое значение? По которому могут развиваться конфликты? Например, конфликты по зарплате могут приобрести политическое значение? Да. Могут. Когда? Ну, когда этот конфликт не на одном заводе и не на двух. А когда он начинает принимать характер противостояния двух классов. Правда? Какого класса? Класса работодателя, то есть в данном случае буржуазного класса, и рабочих, или, как в виде написано, работников, которые представляются прямо в противоположный класс. Потому что, а что такое зарплата, хочу я спросить, и это вопрос на засыпку. Можете сказать, что такое заработная плата по определению зарплаты? Определение? Да, вот что такое зарплата, как бы вы дали определение. Я вот не знаю, что такое зарплата, а вас спрашиваю. А вы в университете, магистратуре учитесь. Можете вы темным людям объяснить, что такое зарплата? Где нужное выражение стоимости сотрудников? Ценность сотрудников. Стоимость сотрудников? А что, вы продаете сотрудников? Ценность сотрудников. А, ценность. Нет, но если вы как директор в углу, так и эти предможете ценности сотрудников, почему нет? То есть вы сотрудников торгуете сотрудниками, да? Вы же говорите, магистратуре, а конфликтология. Денежные выражения, ценности сотрудников. Сильно у вас. А у вас такое же определение, нет? Нет. Нет. Чего вам? Но это все равно денежные выражения, заработная плата. Чего денежные выражения? Ну, выражение, наверное, труда. Труда. Вот это вот Маркс долго с такой догмой жил, и потом понял, что это неправильно. Потому что, и потом об этом написал, что он неправильно это думал. Потому что если вот я покупаю труд, то я купил один труд, дал другой труд. Тут баланс. Тут никакой прибавочной стоимости и прибыли не может получиться. И капитализм невозможен. А как так получается, что вроде как вот все продаем, покупаем по стоимости, а получается прибавочная стоимость. Как такое может получиться? Как это может быть? Вот в вашем случае тоже непонятно, как получается. Ценность там. Один считает, что мой труд очень ценный. А потом вы меня послушаете и скажете, да ваш труд вообще никакой цены не имеет. Это тоже двусмысленно. То ли он бесценный, такой важный, то ли вообще его, нечего его положительно оценивать. За это надо не платить, а наоборот выгонять. Это субъективизм такой. Ценность-то кто определяет? Правящий класс. Вот, вот вы посмотрели на меня, да что вы тут рассказываете? И все. Правящий класс, да. То есть поэтому это субъективизм такой. А вот есть какие-то объективные нормы какие-то? Мы вообще изучаем объективные экономические отношения. Они-то существуют, какие-то законы. Или это вот что угодно, как угодно. Кто, я скажу, командует, тот и определяет. Но вот все-таки согласитесь, что в экономике есть объективные экономические законы. Правильно? Есть. А у нас экономика, какое хозяйство у нас? Товарное или нетоварное? Товарное. Товарное. А в товарном хозяйстве какой основной закон? Товарный товар. Физоорочный стоимость? Нет. Нет, это вы у Сталина прочитали. Вот у Сталина написано в экономической промышлении. У Энгельса вы такое не прочтете. У Сталина в экономических проблемах написано слово «закон капитализма». Основной это закон прибавочной стоимости. Это неправильно. Неправильно, потому что это не диалектично. Потому что, как написано у Энгельса, у Маркса, основной закон – это не главный закон, а который в основе. Основной. Вы главный и основной различаете? Да. Главный – это вот уже там, значит, вот цветы. Основной – это корни. Правильно? Основной – это то, чтобы потом основание проявляется в основанном. В основанном. Вот на этом можно основание получать. В основанной прибавочную стоимость можно получить. А основной закон товарного хозяйства – это закон чего? Всякого товарного хозяйства. Закон стоимости. Основной закон всякого товарного хозяйства, а следовательно, его высшие формы капитализма, пишет Энгельс в антидюринге, – это закон стоимости. Как это понять? То есть, если мы не догматики. Если мы догматики, мы прочитали и поверили. А если мы не догматики, мы никому не верим на слово, а мы начинаем думать, а почему это основной? Значит, элементарное, самое простое определение капитализма – это всеобщее товарное хозяйство. Всеобщее, то есть все товары, в том числе и рабочая сила работников. Это близко к тому, что вы хотели нам сказать про ценности работников. Но вот у работников есть свойства. Рабочая сила. Что такое рабочая сила? Тоже товар, как товар, продается как товар. Только вот если это был бы феодализм, то вас бы купили целиком, как крепостного, правильно? И покупали. С семьей, без семьи, с землей, без земли. И богатство этого общества было количество крепостных. Поэтому, чтобы даже показать, что я богат, я даже приписывал. Мог приписать мертвых душ, чтобы, так сказать, выглядеть солиднее. Вот. Мы встречаемся, я спрашиваю, сколько у вас крепостных? Вы говорите, у меня пять, а у меня пятьдесят. И я уже, видно, что солидный человек в этом феодальном обществе. Но потом выясняется, что у меня не пятьдесят, а у меня вообще никого нет. У меня все от меня убежали, сбежали. Вот. И я все подал, распродал и разорился. Мне никто руке и не подаст. И на балы меня не пустят. Вот. Значит, стоимость во что развивается? Вот прибавочная стоимость, обратите внимание, это вид стоимости, прибавочная стоимость. Как сказать, яблоко, вид яблок, красное яблоко, зеленое яблоко, желтое яблоко. То есть прибавочная стоимость, это стоимость. Ну какая? То есть вот если стоимость у вас есть, если у вас есть товарное хозяйство, то товарное хозяйство естественным путем развивается к тому, чтобы товаром стала и рабочая сила, всеобщее товарное хозяйство. Вот самое короткое определение капитализма – это всеобщее товарное хозяйство. Все стало товаром, все. А что такое рабочая сила? Кто-нибудь может сказать? Я боюсь, что нет. Вот вы про ценность говорили. Попробуйте сказать, что такое рабочая сила. Вот у меня есть рабочая сила? Я тоже думаю, что да. Вот я могу, например, тарелки помыть, землю скопать. А что это такое? Может быть, это тоже товар? А? Может быть, это тоже товар? Нет, это товаром является. Вот что товар-то? Как же я обменяю на зарплату? А? Нет, зарплату мы еще не знаем. Ну вот, это вы можете запомнить или записать. Потому что Маркс это считал своим величайшим завоеванием, потому что он долго блуждал, прежде чем к этому пришел. Потому что первая мысль у него была такая же, как у вас. Вот вы на том же, на правильном пути. Что, дескать, вот труд продает. Это то, что Адам Смит так считал. И Рикардо так считал. Ружуазные экономисты так считали, что и труд, труд. А как тогда получается прибавочная сила? Я вам труд в одной форме, а вы мне труд в другой форме. Башна, башна, башна. Где прибавочная сила? Нету. А вот на рынке есть такой товар, который называется рабочая сила. А у каждого товара есть стоимость и потребительная стоимость. А потребительная стоимость этого товара, рабочая сила, состоит в чем? Создавать стоимость. И он эту стоимость создает больше, чем пошло на воспроизводство этого товара. То есть на то, чтобы вашу рабочую силу воспроизвести нужно там 2 часа, а работать вы можете 8 часов, а лучше 10. А вот Прохору говорит, да лучше вы 12 работать, 60 часов в неделю. И по-своему он прав, потому что он не для того вас покупал, чтобы вы отдыхали. Работайте. Так вот, Марс и с этим дал определение этой рабочей силы. Это рабочая сила, это совокупность физических и духовных потенций, которые работник пускает всякий раз в ход при производстве материальных благ. Повторяю, совокупность физических и духовных потенций, которые не бывают же только физические только. Если человек должен соображать, как он работает, как вы считаете? Совокупность физических и духовных. Или, допустим, он только когда у него духовный, он ничего материального не создаст. Совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. а как короче потому что сейчас вот мало молодежь она требует короче еще не начинаешь только рот открываешь горит короче а короче будет это способность к труду совсем коротко правильно способность материально производительному труду здесь у вас способность вы продаете себя вы не продаете вы продаете только способность труду это на время вот если я приобрел вашу способность к труду а это запросто сейчас бывает так нанимать можно не только от может для отдельно ли физическое лицо нанять кого-то и для того чтобы он обеды готовил пример и так ли некоторые люди так и работают готовят обеды и так далее способность труду и когда я уже приобрел этот товар дальше этот товар используя уже купил его купил а дальше не ваше дело сколько как я распоряжаюсь вы во время процесса труда должны выполнять распоряжение того кто купил правильно я купил ваш товар на 8 часов ну и будьте добры 8 часов поэтому какие-то обсуждения дискуссии разговоры в пределах законных норм ну вот все распоряжения будьте добры выполнять без обсуждений единоличие если вы будете ссылаться на социализм то и при социализме на девятом съезде обсуждали и решили что в хозяйственных вопросах должно быть единоличие никакое это обсуждение не может быть ничего не может хозяйство развиваться если будете болтать вместо того чтобы завинчивать гайки и значит и копать землю и прочее поэтому нам что в хозяйственных вопросах немыслимо это делать и у энгельса есть работа об авторитете горит в хозяйственной сфере авторитет носит решающую роль можно конечно сделать платье в горошек а можно платье полосочку но кто-то должен решить какое делать платье или столько полосок сколько столько в горошек но если это вы будете сети разговаривать ничего не будет поэтому это говорили не было и вот девятый съезд был посвящен этому вопросу специально вопроса коллеги альнис единоличие единоначали раньше не говорили единоличие она более так сурово звучит не просто единоначали один начальник не и наличие единолично вы решаете если вас но вы единолично будете отвечать потому что если вы чего-нибудь напортачили в производстве то мы именно с вас это спросим они вы не скажете что его советовался с ней с нашей подругой коллегой и так далее она мне насоветовала это ты живу на тебя и тогда ее начинаем а так я ему посоветовал думал он умный он взял ему глупость ему сказал он эту глупость повторять и начнется это дело нет такого не будет хозяйство его не построить если не будет единоличие поэтому у нас есть коллегия министерства то есть там сидят три человека и они ля-ля-ля поговорили а когда поговорили кто принимает решение кто министр министр и с приказом министра она проводится и все и никаких тут не к коллеге это для обсуждения на всякий случай это очень строго и это было и в советское время это сейчас есть и тут ничего тут другого не может быть и вот значит пользуюсь тем что потребительная стоимость этого товара потребительность у каждого товара две стороны стоимость а стоимость у него там вот чтобы ваш труд чтобы вашу рабочую силу воспроизвести чтобы могли прийти сюда на занятия и снова значит меня слушать вам нужно скажем три часа потратить на это дело а дальше если вы попали ко мне в лапу а лапа у меня если я капиталист то я говорю вот еще пять часов к сверх трех поработаете получится 8 и тогда то что вы создали возмещает стоимость вашей рабочей силы и еще плюс 5 это моя прибавочная стоимость ваш вы к этому делу не имеете никакого отношения почему потому что у вас ничего нет выголоть балл у вас нет средств производства а средства производства мои а ваш труд без средств производства ничего создать не может что вы будете голыми руками делать то есть для того чтобы можно могла быть такая продажа рабочей силы надо от них сделать совершенно свободными почему капитализм это свободный строй. У вас завод есть? Нет. Вы свободны от завода. А у вас есть корабль? Нету? Корабля нету. Я думал, сейчас мы поедем, в следующий раз по Невее, пить кофе будем. Чего только в этот народ собирается, я не знаю. Как-то мне не везет. У меня был один дипломник, товарищ Кудрин. Стал министром финансов, но больше мы не встречаемся. Как-то так вот, как-то народ обмельчал вроде. Приходится вот, так сказать, рассказывать, что есть. А не хуже было бы, на лекции были бы тоже хорошо. Ну, ничего, мы летом можем весной ходить вот по коридорчику, и нас вот тут внутри тут можно ходить туда. Или пойти в оранжерею, знаете, если пройти, у нас оранжерея есть университетская, там можно ходить, в цветах тоже. Вполне возможно слушать лекции. Вы же спокойно слушаете. Как-то я преподавал в Академию гуманитарного образования, и вдруг бац, там, это Казанская Сема, выключили свет. Ну, выключили, выключили, я продолжаю лекции читать. Люди продолжают слушать. Приходят лекции. Как у вас, что? У нас все нормально. Я думал, вы проверяете, могу ли я читать, когда вы выключите свет. Так я же не по бумажке читаю, а могу. А студенты, они тоже все это воспринимают прекрасно на слух, и мне обязательно все записывать. Они толковые, они разбираются. Ну, и все, он пошел, пошел. Включили свет. Так. Итого, если вы откроете теперь, нет, если вы, значит, тем самым хотите теперь дать определение заработной платы, это что? Каждый товар имеет цену. Она отличается от стоимости, правильно? А цена – это что такое? А? Откровительная стоимость, нет? Нет. Нет. Откровительная стоимость. Нет. Что такое цена? Можно я вам скажу? Как все-таки я этот кандидат экономических наук? Цена – это денежное выражение стоимости. Денежная. Она может быть большей стоимости, меньшей стоимости, она колеблется. Потому что стоимость – это центр колебаний. Закономерный закон. А куда пойдет цена? Сами знаете, спрос вырастет, цены пойдут вверх. Спрос упадет, цены пойдут. Это обычные товары. А есть такие товары, которые наоборот? Как вы думаете, вот если цены на золото будут систематически расти, спрос на золото будет расти или падать? Расти. Сразу в очереди выстроить цивилизмирных магазинов. Вот я переживал такой момент. И люди такие ушлые туда, направляли на ночь людей, которые стояли, чтобы утром приходили, у них забирали и платили им за то, что они ночью стояли. То есть он одну и ту же сумму купил это золото. И он подождал несколько дней, а она уже вот большую сумму и так далее. А есть товары, которым плевать. Безразлично. Эти товары к тому, растут цены или нет. Спрос не меняет. Это водка. Все попытки водкой регулировать ценами потребления, они никогда ни к чему не приводили. Потому что все равно сколько продели, все выпьют. Надо смотреть, чтобы они не наделали паленой водки. Вот об этом надо думать. Ну а другие обычные товары с ростом цены, спрос падает, с увеличением цены, то есть с уменьшением цены, спрос возрастает. Но не надо путать цену и стоимость. Стоимость – это глубинная категория, это как определяется цена в науке логики геля, это спокойное в явлении. То есть там наверху, на поверхности, все что угодно, а вот закон есть спокойное в явлении. Спокойное. Самое простое и понятное определение. И вот в этом смысле цена есть денежное выражение стоимости. А если вы теперь уйдете из сферы политэкономии и откроете трудовой кодекс, который представляет собой бумагу, которая принята Думой в 2001 году, то там вы увидите, что зарплата – это вознаграждение за труд. Вот представьте себе, я работодатель, я нанял вас на работу. Использую вашу рабочую силу. Чтобы возместить стоимость вашей рабочей силы, вы должны отработать 3 часа. А у меня вы работаете 8 часов. Так спрашивается, кто кого вознаграждает. Я вас вознаграждаю или вы меня вознаграждаете? То есть вы из 8 часов труда 5 отдаете мне, а 3 остается вам. То есть вы скажете, ну как это? И я вас вознаграждаю, а не вы меня вознаграждаете. Поэтому это, вот это начинается уже политическое разрешение конфликта. Я скажу, вы ко мне приходите, говорите, маленькая зарплата. Я говорю, да вы что? Я же вас вознаграждаю. Мало того, что я вам работу дал, я еще награду вам дал, а вы их недовольны. Не стыдно вам? Идите домой. А вы, они все равно будят. Не знают, что же с ними делать. Да еще они ссылаются на нормы права, что им можно там требовать то-се, проводить переговоры. Коллективные трудовые споры совсем распоясались. Вот мы с вами выяснили, что такое цена рабочей силы. И вот если вот на каком-то заводе начинается борьба за повышение цены рабочей силы, это носит политический характер? Нет. А если на двух заводах? Нет. А если на 22 заводах? То тогда уже, тогда уже. То есть есть количественный вопрос. То есть если это противостояние работодателей и работников превращается в противостояние двух классов, то мы к чему приходим? К тому, к чему мы с вами занимаемся в этом курсе. Что это уже политическое противостояние. Потому что это уже форма борьбы классов получается. Вот что происходит в таком случае. Поскольку мы с вами определение политики давали, это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Поэтому отмахиваться, дескать, ну это никогда не политический вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что если вот на вашем заводе, на вашем одном заводе, кто-то начинает требовать зарплату, и работодатель склонен пойти навстречу, как вы думаете, как отнесутся к этому поступку работодателя, его коллеги? Очень может быть, что рабочих никто не тронет, даже им ничего не скажут. А вот этому работодателю, может быть, не сладко. Поскольку есть союз работников, а союз предпринимателей и работодателей. Знаете, вот, например, если вы пойдете к Смольному, пойдете туда, вот прямо в Смольный собор, с левой стороны будет факультет социологии нашего университета, с правой стороны, первая дверь, союз предпринимателей и работодателей. Там всякие хорошие люди, бывшие генеральные директора, которые защищают интересы кого? Предприниматели и работодатели. Предприниматели и работодатели, как и написано. Но они имеют право, у вас же есть профсоюз, и у нас есть союз. Вы защищаете свои интересы, работников, мы защищаем интересы. Это нормально? Нормально. Вот и вы, давайте договариваться. Но они уже, работодатели-то договорились, если им надо съехаться, масштабы к всей стране, то они и съедутся. Если вам надо съехаться, у вас есть деньги на то, чтобы съездить всем в одно место? Вот я сомневаюсь. Поэтому насчет того, чтобы съезжались рабочие и лихо так решали, хотя элементы этого есть. Например, на днях в Нижнем Новгороде состояло заседание Российского комитета рабочих, и вы можете открыть Ленинградское интернет-телевидение, Лен.ру, и там начать смотреть, и последовательно можете смотреть выступления участников российского. Я обычно участвовал во всех заседаниях, в этот раз я по семейным обстоятельствам не смог туда поехать. Но вот вы можете посмотреть, поскольку это доступно. Значит, с Ленинградского интернет-телевидения это перетекает на красное ТВ, на красном ТВ. Вот появилось уже выступление консультанта Российского комитета рабочих, доктора экономических наук Мазура Олега Анатольевича, который посвятил свое выступление вопросу шестичасового рабочего дня, что в нем заинтересованы те, кто хотят развития капитализма в России. Что вот переход к шестичасовому рабочему дню способствует развитию капитализма. То есть это тоже вопрос рассматривается с политической стороны. Я вам очень рекомендую это посмотреть, поскольку мы с вами с некоторым таким вниманием относимся к политическим аспектам той проблемы, которая перед нами стоит. Спасибо вам за внимание. Желаю вам успеха. Тем более вам дано тут задание домашнее. У нас же русское есть уже. Ну, я думаю, вы, соответственно, передадите потом коллегам дальше. Пусть они тоже поработают. А у меня, по-моему, есть такой период оборудования. Ну, и прекрасно. Вам легче. Значит, вы уже подготовлены, можно сказать. Вам остается только освежить. Значит, что ожидается? Что ожидается? Как только кто-то будет готов, то сюда и вы выступаете минут 10-15. Мы вас не ограничиваем. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok